Масштабная реконструкция в музее, в литературном музее имени Горького. В прошлом году были выполнены внешние работы, фасад и фундамент. В этом году внутренняя отделка. Ход реставрации проинспектировал мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Это вот у вас сейчас комната на ходах. Это комната на ходах. Они где все были? Они были в подвальных помещениях и под полом. Израсты и керамика, то есть они подлинные. И кто-то бережно все это снял, положил. Когда, допустим, строители советские, когда что-то меняли, разрушали, они пытались сохранить их под полы, в какие-то еще помещения, пазухи, куда-то складывали подлинные элементы. И в процессе реставрации мы их находим. Точно из этого дома вот эти вот свеженькие такие напольные, большие подставки под керосиновые лампы. То есть они сохранились, и мы предполагаем их восстановить. Их фотографии есть, подробные фотографии. Да, это счастье, что сохранились. А они где были? Они в белом зале были, мы сейчас вам покажем. Это лучная розетка. Здесь раньше, вот на этом крыке, находились большие люстры. И судя по всем материалам, которые у нас есть в сегодняшний день, скорее всего, на панно были расположены светильники типа БРА. Здесь ремонты были только косметические, реставрации не было бы вообще. Больше 100 лет получается? Ну, 90, скажем так. Основная наша забота — сохранить по максимуму все авторское. А там, где есть утраты, естественно, мы будем отливать вновь или реставрировать. На данном объекте очень много разных видов работ. И дерева, и габелена, и паркеты. Мы в данном случае ищем взвешенные решения для каждого подхода, чтобы добиться максимально качественного эффекта. Мы взаимодействуем с сотрудниками Эрмитажа для поиска решений. Сложность работы трудно даже, наверное, передать. И количество работы, которое будет выполнено. Отдельно хотел бы отметить, что у нас очень хороший подрядчик, потому что подрядчик имеет колоссальный опыт работы, в том числе на объектах Эрмитажа. Сейчас единственная, наверное, уже ему была рекомендация это сделать не в декабрю, как у нас завершается муниципальный контракт, а все-таки постараться сделать пораньше.